вопрос какие ассоциации у вас возникает к слову репродуктор да ладно не пытайтесь потому что и мой и ваши варианты заведомо неверные ведь репродуктор это новый для российского рынка бренд аппаратуры и первым продуктом компании стал проигрыватель винила с индексом lp почему-то 2 если у ребят модель lp 1 сказать сложно ведь официальный сайт компании пока в стадии строительства а вот сама вертушка lp 2 они просто готова и серийно выпускается и даже не просто продается у нас а уже пользуются спросом потому что при цене 18 тысяч рублей в ней на удивление много всего полезного всем привет это канал пульт.ру и с вами как обычно суханов поехали очевидно что сейчас индустрия винила находится на очередном витке развития благодаря компаниям из китая конечно ведь если буквально несколько лет назад неким супер базовым вариантом считалась вертушка тысяч за 30 и это вертушка не умела буквально ничего кроме как крутить диск на двух скоростях то сегодня в пределах 20 тысяч можно купить весьма неплохо упакованный аппарат причем это будет не сувенирная модель для дачной полки а вполне нормальный проигрыватель винила пригодны для прослушивания пластинок под прослушиванием я подразумеваю именно прослушивание когда меломан садится перед колонками и что называется впитывает звук а все потому что на рынок стали выходить локальные марки которые строят свой модельный ряд на так называемых конструкторах это когда из типовых комплектующих или даже готовых узлов в рамках каталога завода формируется как из конструктора модель проигрывателя которые просто придаются дополнительные индивидуальные черты таким образом получается ну вроде как оригинальная модель хотя по факту и тонаром и двигатель и какие-то другие элементы вы также можете увидеть и в куче других проигрывателей совсем других марок по такому принципу создается процентов 95 или даже 97 всех вертушек дешевле 25 тысяч рублей на российском рынке но обвинять производителя я не могу потому что по-другому обеспечить такую цену за такое оснащение просто было бы невозможно ведь будь этот проигрыватель полностью оригинальной разработки он был бы кратно дороже в то же время такой подход вовсе не означает что все вертушки условно за 18 тысяч одинаковые вовсе нет за эти деньги можно встретить модели как довольно таки унылые так и весьма любопытные и репродуктор lp2 относятся безусловно ко второй категории вертушка то вроде совсем недорогая а не скучно становится уже на стадии распаковки ведь все комплектующие и аксессуары расположены по двум лоткам из переработаны целлюлоза также необычно видеть пылезащитную крышку из тонированного полимера помимо прочего в комплекте с проигрывателем поставляется не только аудиокабель но и запасной приводной ремень в остальном впрочем подход знакомый тонаром и головка уже установлены на стол а опорный диск мат в данном случае фетровый и противовес нужно до установить самостоятельно пылезащитная крышка применяется по желанию владельца но в любом случае сборка производится без какого-либо инструмента конструктивно lp2 представляет собой классический проигрыватель винила с ременным приводом поглощение вибрации возложено на тот самый резиновый ремень и подпружиненные опорные ножки причем в них действительно металлические пружины и есть ощущение что для такой нагрузки они жестковаты зато за столь небольшие деньги у репродуктора есть оптический датчик для обеспечения высокой стабильности вращения с отклонением не более чем на 20 пять сотых процентов а также встроенный но отключаемый фонокорректор и модуль bluetooth для трансляции звука в наушнике или на колонку алюминиевый тонаром с несъемным шеллом оснащен удобной регулировкой антискейтинга и не стыдный даже для более дорогих моделей мм головкой аудиотехника от 3600l с ресурсом иглы около 300 часов блок питания у аппарата встроенный причем аналоговый что же касается скоростей вращения то на выбор их предлагается две в этом плане все стандартно а вот отличный механический переключатель понравился как впрочем и автоматическая остановка диска которая происходит либо по завершении стороны пластинки либо при отводе тонарма в парковочное положение после такой технической справки кто-то может решить что данная вертушка мало чем уступает кратно более дорогим конкурентом но на самом деле это конечно не так и вся соль в нюансах например довольно таки массивный на вид стол по факту пустотелый потому что внутри умещается и двигатель и блок питания и прочая электроника далее защита от вибраций здесь тоже базовая потому что например двигатель закреплен на столе жестко а не на так называемом плавающем подвесе то есть на специальной резинке и даже шелл тут несъемный в общем если вы причисляете себя к настоящим аудиофилам то наверное сразу будете смотреть на модели посерьезнее но не будем забывать про цену репродуктор lp2 ведь она составляет не 40 и 30 и даже не 20 а 18 тысяч рублей и за эти деньги вы получаете не некий хипстерский сувенир а полноценный проигрыватель и винила пускай созданный из недорогих материалов и с применением лишь базовых инженерных решений но проигрыватель то полноценный и здесь важно даже не то что этот аппарат выглядит не стыдно а важно то что при подключении lp2 сколько-нибудь приличной аудиосистеме на этом аппарате вы сможете слушать пластинки и от качества звука вам не будет грустно электронная стабилизация скорости вращения диска и вполне приличная головка тому гарантия в общем на роль первой вертушки репродуктор lp2 подходит идеально поскольку у него есть абсолютно все необходимое для комфортного погружения в мир винила и цена невысока чтобы свести к минимуму финансовые потери если вы все-таки решите что вам с винилом не по пути жаль только что цвет корпуса пока только один ну а в остальном ребята из репродуктор молодцы и кстати говоря по нашей информации это вертушки недолго суждено быть единственной моделью в каталоге компании но это уже совсем другая история а у меня на сегодня все все ссылки как обычно в описании и не забудьте подписаться до встречи